Дхарма Вижн представляет Дхарма Вижн представляет Открытие буддизма Духовный учитель Киану Ривз Если вы хотите научиться чему-то по-настоящему, вы ищите учителя, в совершенстве знающего данный предмет. Отчего же в духовной жизни должно быть по-другому? Чтобы найти путь, выводящий из страданий, нужен проводник, который уже открыл этот путь, и может объяснить вам, как по нему идти. Выбор духовного учителя – один из основополагающих аспектов буддийского пути. Невозможно научиться просветлению по одним только книгам. Нужен живой пример учителя, который будет лично наставлять вас. Лама Цанкапа достиг просветления, и в силу великого сострадания дал учение об этапах пути, чтобы другие тоже пришли к освобождению. Он учил, что первый шаг на этом пути – опора на учителя, который поведет вас в правильном направлении. В этой серии вы узнаете, как определить, кто является опытным и совершенным учителем, и как редко выпадает шанс встретиться с ним. Мотивация Буддийская монахиня Конни Миллер В буддийских учениях Махаяна говорится, что духовный наставник – это ключ к вратам духовного пути, проводник, ведущий нас к самому совершенному, высшему состоянию просветления. Поэтому намерение, которое лежит в основе поиска духовного учителя и развитие взаимоотношений с ним, имеет колоссальное значение. В этой серии мы расскажем о том, насколько важен духовный учитель для того, чтобы прийти к успеху на духовном пути. Поэтому, когда вы будете слушать эти учения, зародите в своем сердце особенно сильное альтруистическое намерение как можно скорее достичь просветления, чтобы затем привести к этому высшему состоянию всех остальных живых существ. Учителя Его святейшество Далай-Лама Его святейшество 14-й Далай-Лама Тензин Гьяццо глава правительства изгнания и духовный лидер тибетского народа живет в Индии с 59-го года, когда Тибет был завоеван Китаем. Его святейшество – лауреат Нобелевской премии мира, один из широко известных и любимых духовных лидеров планеты. Он объехал 46 стран, отстаивая права человека и способствия миру на Земле. Если мы стремимся к духовной трансформации, хотим изменить свой ум и сердце, на начальном этапе нам нужно опереться на опытного духовного учителя, который может указать нам путь и объяснить, как следовать по нему. Поскольку роль духовного учителя в нашей духовной практике так велика, Лама Цанкапа в своем основополагающем тексте «Ламрим» в большом руководстве к этапам пути к просветлению, обсуждает вопрос опоры на духовного учителя. Качества, которыми должен обладать духовный учитель, также излагаются в тексте Майтреи «Махаяна сутра Аламкара» – «Украшение сутр Махаяны», где перечисляется 10 основных характеристик подлинного духовного наставника. Во-первых, ум учителя должен быть укращен, то есть он придерживается чистого нравственного поведения. Во-вторых, его ум должен быть спокоен, то есть он овладел высшими техниками медитации и концентрации. В-третьих, его ум умиротворен, то есть он освоил высшую практику мудрости. Прежде всего, речь идет здесь о постижении бессамостности, отсутствие независимого «я». Четвертое качество говорит о том, что этих трех высших практик недостаточно. Нужно еще обладать знаниями, которые бы превосходили знания учеников. О каком бы предмете ни шла речь, уровень знаний учителя должен превосходить уровень знаний учеников. Это четвертое качество учителя. Пятое в том, что у учителя должен быть энтузиазм и горячее стремление наставлять своего ученика. Таким образом, пятое качество – энтузиазм. Учитель должен обладать ученостью, то есть он должен изучить первоисточники, из которых он мог бы черпать метафоры, примеры, цитаты и прочие материалы. Обширные энциклопедические знания – это шестое качество. Седьмое – духовный учитель должен постичь пустоту. Лучше всего, если у учителя есть подлинное постижение пустоты. Если нет, то, по крайней мере, в нем должна присутствовать твердая решимость прилагать усилия для постижения пустоты в силу искреннего восхищения перед этими учениями. Восьмое – учитель должен быть красноречив и искусен в преподавании дхармы. Одних только знаний и опыта недостаточно. Если учитель не слишком искусен в изложении дхармы, тогда преподаваемые им учения не будут эффективными. Восьмое – качество учителя – красноречие. Девятое, вероятно, самое важное из всех перечисленных – это глубинное сострадание к ученику, которому дается учение. То есть у него должна быть искренняя забота о благополучии ученика. Такое сострадание и есть девятое качество учителя. И, наконец, десятое. Учитель должен быть неутомим. Сколько бы раз ему не пришлось повторять учение, в нем не угасает энтузиазм и решимость помогать ученику сделать все, чтобы ученик не утратил желание двигаться по пути. Эти десять качеств описаны в книге Мэйтрея. Лама Цонкапа, в заключении к разделу Ламрима, о духовном учителе, особенно подчеркивает, что те, кто ищет духовного учителя, должны хорошо знать этот список. И прежде чем признать человека своим духовным учителем, убедиться, что эти качества в нем присутствуют. Безупречное нравственное поведение, высочайшая концентрация, высочайшая мудрость, больше знаний, чем у учеников, энтузиазм. Обширные знания первоисточников, постижение пустоты, красноречие, великое сострадание к ученикам, бесконечное терпение. Достопочтимый Рибур Римпача Рибур Римпача родился в Восточном Тибете в 23-м году. В возрасте пяти лет, 13-й Далай-лама признал в нем шестое воплощение ламы из монастыря Сыраме. Он поступил в Сыраме и в 24 года получил ученую степень Геше. Он медитировал и преподавал тхарму до 59-го года. Затем, свыше 20 лет, жил в оккупированном Тибете, испытав все ужасы китайских репрессий. В 80-м, получив разрешение вернуться к религии, помог построить новую ступу для побонки Римпача. Преподает в центрах США, Азии и Европы. Такая мысль может прийти вам в голову. А так уж это необходимо, опираться на духовного учителя на пути к просветлению. Ведь так много книг уже переведено. Я могу просто открыть эти книги и изучить их. На основе книг я могу следовать по пути и достичь реализации. Это неправильная точка зрения. Это ошибочная концепция. Почему? Потому что учение Будды живое. Речь идет о живых учениях. Они должны быть живыми для того, чтобы иметь силу привести к реализации того, кто их практикует. Поэтому у нас есть непрерывная линия преемственности знаний, которая идет от Будды Шакьямуни к вашему коренному гуру. Все учителя этой линии преемственности получили учение, применяли на практике и затем передавали следующему гуру, вплоть до вашего коренного учителя. Получая учение от него, вы также получаете благословение всей линии преемственности. И это приводит в движение ваше. Этого не происходит, если вы просто читаете книгу. Вы должны сперва получить учение от живого учителя. Обладает лама всеми требуемыми качествами или нет, но по меньшей мере он несет в себе благословение линии и способность передать другим благословение своей линии преемственности. Это самое главное. Думайте так, я хочу достичь высшего просветления ради влаги всех живых существ. Для этого мне нужен гуру. Нужен учитель, способный указать мне путь. Объяснить, как идти по этому пути, чтобы достичь цель, которую я поставил перед собой. Если даже для достижения мирских целей. Для мирского образования мне нужен человек, который не только в совершенстве овладел той или иной отраслью знаний, но еще и способен передать их ученику, то что же говорить о просветлении. Естественно, мне нужен учитель, который сумел бы показать мне путь. И мне нужен не просто учитель, но квалифицированный учитель. Учитель, обладающий всеми необходимыми качествами. И я должен правильно опереться на него, не отказываясь от преданности, не отказываясь от этой опоры, потому что эта опора есть корень всей той благости, которой я стремлюсь. Буддийская монахиня Сара Трешер Буддийская монахиня Сара Трешер родилась в Англии в 1960 году. В 82-м она встретилась с ламой Еше и ламой Сопа Римпоче. А в 86-м году приняла монашеские обеты от его святейшества Далай-лама. В 92-м она начала преподавать и сегодня является уважаемым учителем ФПНТ. Существует много путей к просветлению. Самый глубинный, быстрый, скоростной, стремительный это опора на духовного учителя. Оперевшись на духовного наставника, мы можем достичь просветления за одну жизнь. Столь мощная эта практика. Прежде всего, что такое духовный учитель? Я объясню. Учитель — это счастливый человек, обладающий достоинствами. Нет ничего выше, чем он. Зачем он нужен нам? Затем, что он основа пути. Почему это так? Если вы хотите освоить какой-то навык, вам нужен учитель. Даже если речь идет об обычных навыках и умениях, вам нужен учитель. Естественно, это распространяется на путь к просветлению, которым мы никогда не следовали прежде, который нам не знаком. В Большом Лам-Риме лама Цанкапа приводит цитату Геше Кадампы. Посмотрите на себя. Мы провели несколько кальп в низших мирах и хотим прийти к просветлению, хотим идти по пути. Естественно, нам нужен проводник. Естественно, нам нужен учитель. Достигнете вы духовных реализаций или нет? Насколько глубокими будут эти реализации? Насколько стабильными? Да, и как говорится в учениях, достигнете ли вы успеха в этой жизни или нет? Все это зависит от силы вашей преданности духовному учителю. Это очень серьезно. Поэтому первое, что необходимо, это прийти к убеждению в том, что нам действительно нужен квалифицированный учитель, чтобы пройти путь к просветлению. Даже если хотим отправиться в Индию, нам нужен проводник. Нам нужен учитель, потому что наша цель не просто развитие интеллекта, но трансформация сознания. Это ясно. Нам нужен учитель, который сможет изложить весь путь. Нам нужен гуру, обладающий всеми необходимыми качествами и мы должны правильно на него опереться. Найти духовного учителя непросто и нужно тщательно проверять. Но когда вы выбрали духовного наставника, тогда вы думаете так, этому человеку я буду по-настоящему предан. В чем польза от истинной преданности? В текстах говорится о восьми преимуществах. Подумайте об этих преимуществах, о той невероятной энергии, которую они в себе заключают, о том, что вы значительно продвинетесь в своей практике, потому что будете хотеть только одного, опираться на гуру, и вам действительно захочется опереться на гуру и сделать это наилучшим образом. Восемь преимуществ. Мы приближаемся к состоянию Будды, приносим радость Буддам и Бодхисаттвам, избегаем дурных влияний, избегаем неправильных мыслей и действий, достигаем высоких реализаций, постоянно встречаем духовных учителей, никогда не падаем в низшие миры, с легкостью достигаем временных и высших целей. Советую вам внимательно выбирать учителей, потому что вы закончите так же, как они. Пабонко Римпоче Ученики Что для вас духовный учитель? Венди Кук Когда я впервые услышала о преданности гуру, мне это не слишком понравилось. Мне показалось, что здесь попахивает культом. И еще, выйдя из христианской среды, я привыкла думать, что есть Бог, который выше всех остальных. И мне было трудно представить себе, что существо в человеческой форме может обладать качествами Бога. Гуру в человеческом теле это отдавало культом. Что, если я ошибусь в выборе гуру, думала я, и он приведет меня не туда, куда нужно. Но потом я ближе познакомилась с тибетским буддизмом и стала замечать качество настоящего учителя в его святейшестве Далай-лами и лами-сопа Римпоче. Вначале вы испытываете неуверенность и замечаете лишь отдельные качества. Но затем вы раскрываете свое сердце и начинаете чувствовать, как в вас пробуждается преданность. И затем эта пробуждающаяся преданность помогает вам понять то, что сказано в учениях, что преданность гуру это основа пути, и вам нужны учителя, которые бы наставляли вас, вдохновляли и защищали. Они защищают вас немагическими силами, хотя, безусловно, есть сила благословения, которая приходит с преданностью. Они защищают вас, даруя вам дхарму. И вы сами на своих собственных действиях учитесь управлять своим умом, и это настоящая защита. И вы начинаете думать, я хочу проявлять меньше гнева, хочу взращивать терпение, и учителя вдохновляют вас своим примером. Они дадут вам наставления, вы получите их, если попросите. И затем, если ваша карма позволит услышать их наставления и применить дхарму на практике, тогда, в конце концов, вам посчастливится получить прямые наставления ваших учителей, обращенные лично к вам. И поскольку у учителей больше мудрости, чем у нас, они видят, какие практики подходят нам более всего, приносят нам наибольшую пользу, ведь их единственная цель помочь нам прийти к просветлению. И их наставления, продиктованные этим желанием привести нас к просветлению, всегда самые эффективные для нас. Поэтому мы можем следовать их советам с огромной уверенностью, что они приходят к нам из самой чистой сферы. И если мы последуем этим наставлениям с искренностью и чистотой, то значительно продвинемся на пути к просветлению. Я бросила школу и сбежала из дома, когда мне было 15. Принимала наркотики, проводила все время на вечеринках. Я не жила на улице, но болталась по улицам около года. Буддийская монахиня Холи Ансет. А потом впервые встретила Ламу Сопу Римпачи. Наверное, это был самый лучший момент в моей жизни. У меня не было сомнений. Единственное, чего я хотела, подарить свою жизнь Римпоче. Это очень-очень сильное чувство. Просто понаблюдайте за Римпоче. Понаблюдайте за ним. Все, что он делает. Каждое его действие исполнено такого совершенства. Вам просто хочется быть таким же. И хочется поступать так же. Я знала на 100% что стоит мне опереться на этого человека и он покажет мне правильное направление, потому что сама я не способна в этом разобраться. В моем уме так много отпечатков из прошлой жизни, которые постоянно заставляют меня думать, что самсара принесет мне счастье. И что все пойдет по-другому, если я снова встречу любовь, что на этот раз у меня получится, я обрету счастье. Я верю на 100% что Римпоче направит мою жизнь, наставит меня на путь, покажет мне, как по нему идти. Особенно если видишь в Римпоче гуру и дама, Будду, тогда нет ничего выше, чем он. Нет ничего выше и драгоценнее. Но это не значит, что стоит вам опереться на гуру и все проще простого. В действительности все становится труднее, ведь цель учителя в конечном итоге победить ваше эго. А это очень больно. Очень-очень больно. Потому что эго это то, что мы изо всех сил пытаемся защитить. Я все еще борюсь с ним. Поразительно, как Римпоче удается отсекать мое эго. Он делает это всякий раз, когда я оказываюсь перед ним очень тонко, очень индивидуально. Он усмиряет мой ум и это великая драгоценность. Каждый раз, когда я просто вижу Римпоче и помогаю ему, а я работаю с ним очень близко последние три года, я получаю подтверждение, что у меня самая лучшая жизнь из возможных. Римпоче совершает удивительные вещи. Все, что он делает, пронизано бодхичитой. Он всегда старается помогать людям. Я лишь молюсь, чтобы и впредь служить Римпоче, потому что это дает невероятную радость. Джон Фей. Его святейшество Далай-Лама. Одно из его имен, Кундун, переводится как присутствие. Когда смотришь на него, то понимаешь на глубинном уровне, что присветление возможно. потому что тому есть примеры. Лама Йоши, Лама Сопа Римпоче, Геше Даргьё, его святейшество Далай-Лама и другие учителя. Все они люди, как мы. И они говорят нам, вот учение Будды, вот природа вещей. Я применил это учение на практике, и сейчас я такой. Если ты пойдешь по тому же пути, то возможно достигнешь тех же результатов. Все они отрицают, что у них есть реализация, какая-то особая сила ума, какие-то необычные достоинства. Знаете, как говорит Далай-Лама, я всего лишь простой монах, но стоит вам побыть рядом с ним хотя бы недолго. Он оказывает такое огромное влияние на ваш ум, которое выходит в рамки интеллектуального понимания буддизма. Пребывание рядом с реализованным учителем оказывает на наш ум глубочайшее впечатление, и мы можем попытаться представить себе, что это значит, быть таким, как его святейшество Далай-Лама, Лама-Еше или Лама-Сопа-Римпача или Геше-Дарье, которые на самом деле избавились от омрачений. В их умах присутствует качество любви, сострадания, мудрости, которое способно оказать глубокое впечатление на наш ум, даже когда мы просто находимся неподалеку. Именно это, вместе с моими собственными маленькими экспериментами в области медитации и практики, оказало наибольшее влияние на мой ум. Пребывание рядом с учителями, которые, хотя они и отрицают это, достигли успеха в практике, они сумели достичь этого. И если у них получилось, а они люди, значит, получится и у меня. Я человек, я прошел этот путь, сказал Будда. Ты тоже человек, и ты сможешь пройти его. Ты сможешь очиститься от негативных эмоций. Вот о чем думаешь, когда в силу благой кармы оказываешься рядом с этими людьми и потихоньку начинаешь применять на практике их наставления. Сочетание этих двух вещей оказалось для меня самым действенным, без сомнения. Очень важно провести какое-то время с Ламой Еше, Ламой Сопой, его святейшеством Далай-Ламой. Далай-Лама удивительный человек. Я видел фильм о его поездке в Лос-Анджелес, где он встречался с прессой. Вы ведь знаете всех этих объявленных репортеров, которые думают, что в мире нет ничего святого. И вот он идет мимо них, касаясь каждого, они вспыхивают, словно фонарики. Он прошел, и все тут же испытали счастье. Их заботы ушли. Они улыбаются. Быть может, через 30 секунд или 10 минут все вернется на круги своя. Но эффект был. И мне кажется, что в благословении Ламы, благословении Гуру, благословении Будды нет ничего такого уж мистического. Вы кладете большой магнит рядом с маленьким, соединяете полюса, и большой магнит приходит в движение. Благословение Гуру, благословение Учителя это реальная вещь. В буддизме это основополагающий момент. Мы находим квалифицированного Учителя, следуем подлинным, квалифицированным наставлениям, и затем начинаем экспериментировать. И если видим, что они помогают, прилагаем усилия. Если нет, пробуем что-то другое. Пусть та позитивная энергия, которую вы накопили с лучшей учения, поможет вам быстро достичь просветления ради блага всех существ. Режиссер и продюсер Кристина Ландберг Монтаж Аманда Белл-Лотос Операторы Кристина Ландберг Ронни Новик Марлон Флюент Помощник по монтажу Лиза Леви Графика Адам Фокс Музыка Наван Кичок Крис Хинс Уилл Йодер Ижири Де Вань Благодарим Туптендер Гьо Линг за предоставленные материалы учения его святейшества Далай-Лама Фильм озвучен по заказу фонда «Сохраним Тибет»